здравствуйте дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет мы рассматриваем весьма интересные и таинственные места священного писания и вот сегодня у нас одно из самых таких загадочных мест мы берем в руки книгу бытия и самым истоком зарождения человечества обращаем наше внимание где сказано и заповедал господь бог человеку говоря от всякого дерева в саду ты будешь есть а дерево познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь и и вообще конечно над этими словами можно размышлять очень и очень много но один из вопросов который возникает в этой связи вот раз говорится что в районе ходилось древо познания добра и зла то значит зло уже было изначально раз есть термин зло да и рассказано что смертью умрешь значит зло и смерть были изначально и таким образом получается что зло как и добро присутствует из начала в нашей жизни вот когда-то блаженный августин который был еще только-только на пути к христианству он именно так и считал что зло совечно добру и он пришел к мнению манихеев которые утверждали о равнозначности двух вот извечных начал как бы добро и зло что они извечно сосуществуют а почему он так считал да потому что он не мог победить свои греховные страсти особенно своего такого плотского начала и даже когда он воспевал какие-то философские возвышенные идеалы то и тогда он не мог победить себя он жил ну скажем так в гражданском браке с одной вот сожительницы от которой имел сына и ему казалось что вот победить свои вот эти вот плотские стремления в принципе невозможно а раз невозможно победить страсти то значит страсти они вот настолько же мощные как и с другой стороны вроде бы добродетели что зло оно мощно настолько же как и добро и поэтому зло присутствует в жизни из коней из начала вот так он считал пока не произошло одного такого удивительного дела он потихонечку конечно путем поисков своих восходил к познанию постижения христа он повстречал святого амбросия медиаландского который его очень так весьма вдохновил к познанию подлинной истины а потом фактически такое вот сверхъестественное откровение когда ему господь дает вот постигнуть совершенно особый смысл священного писания и он однажды услышал такие слова возьми читай возьми читай и он открывает священное писание ну казалось бы случайно да вот любое место которое попадется и ему открылись слова апостола павла из послания к римлянам как днем будем вести себя благочинно не предаваясь ни пированием и пьянство не сладострастью и распутству не ссором и зависти но облекитесь в господа нашего иисуса христа и попечение о плоти не превращайте в похоти и при чтении этих слов в его душе происходит решительные перемены вот иногда так бывает обычно душа человеческая она долго меняется вот это такой как бы закон нашей жизни обычно долго на протяжении многих лет мы боремся работаем просим у господа милости и потом какие-то результаты но иногда происходит такой вот решительный водораздел тут же от него отступают вот эти страсти которые его мучили досаждали особенно вот этого сладострасти распутство и августин он не просто становится вот искренним христианином а он всецело посвящает себя господу иисусу христу и становится священнослужителем даже епископом и даже прославлен в лике святых и вообще он зарождает вот новую философию если брать так вот античную философию но правда это как бы уже рубеж начинается средневековая философия больше вопросы о личности человеческой и августин приходит к выводу что оказывается нет зло не изначально она вторглась незаконно как какие-то террористы которые захватывают и мучают жителей местных местных да и поэтому зло должно быть искоренено и она может быть искоренено и страсти можно побеждать при помощи благодати божией то есть изначально все-таки не зло не смерти также как и не болезни то есть вначале понимаете вот должен появиться человек а потом он уже болеет ангины да вот если нет горла у человека как он будет болеть ангины если у человека нет сердца то как это сердце тоже будет болеть какими-то болезнями то есть вначале появляется человек а потом уже подступают какие-то недуги вначале созидаются здание а потом уже кто-то решается его там разрушать потом кто-то восстанавливает это вот реалии нашего уже греховного мира но изначально только предвечно господь бог а бог есть свет и нет в нем никакой тьмы и поэтому никакой тьмы и никакого зла в принципе не было вот оно зарождается где оно зарождается конечно же в ангельском мире где первые вот эти ангельские существа некоторые из них неправильно восприняли дар свободы и вместо того чтобы вот радоваться счастью жизни с богом они решили вот как бы замкнуться на себе и возвеличить самих себя вот так появляется вот этот грех то есть не человек изобретатель греха не человек-изобретатель зла и слава богу что так а поэтому с нас меньше ответственности то есть больше ответственность понесли вот эти вот падшие духи которые стали падшими и и священное писание говорит что всякий грех от дьявола ибо изначало дьявол согрешил понимаете то есть когда мы читаем про рай про адама и еву про то как господь сотворил уже наш человеческий мир земной мир украсил планету и все было как понимать такое вот райское царское торжество то в раю первозданном мире людей зла не было в раю не было зла но зло уже присутствовало в мире ангельском и вот чтобы уберечь человека господь пытается его потихонечку уже воспитать утвердить его в добре и для этого дается древо как бы я сказал так это древо испытания его послушание и не послушание потому что а вот как и святой ян златоуста объясняет ведь что есть подлинное добро а подлинное добро это послушание бога почему так потому что подлинное добро есть созвучие души человеческой богу и его заповедям то есть человек счастлив тогда когда человек созвучен богу когда есть гармония души человеческой с божией волей а не послушание есть зло потому что ты разрываешь свою связь со своим небесным отцом и угасает свет благодати в тебе вот собственно зло это и есть что такое зло есть утрата зло есть утрата божественного света божественной любви в общем всего божьего и по большому счету всякий грех всякая греховная страсть есть утрата это утрата добродетели ну допустим вот утрата любви не любовь это и есть ненависть понимаете вот не любовь и то есть нет если ты кого-то не любишь то ты уже пребываешь во грехе не милосердие есть жестокость то есть там где утрачено милосердие вот это и есть жестокость не целомудрия есть блуд то есть и тот кто утрачивает целомудрия вот это вот и есть уже блуд распутство то есть всякий грех есть утрата добродетели несмирение есть гордость то есть когда утративаю утрачиваешь смирение то вот это и есть гордость всякий грех есть утрата какой-то добродетели и поэтому зло как говорят святые отцы тот же блаженный августин он говорит что зло оно не имеет само по себе сущности а зло это что это вот есть именно утрата света отсутствие света вот когда допустим ну вот взять какой-нибудь дом который у него окна открыты до светло солнце туда вот свои лучи подает а вдруг жители взяли захлопнули окошки да вот закрылись внутри дом и там уже тьма понимаете свет уже туда не не поступает вот отсутствие света и есть тьма также как холод это отсутствие тепла и вот тоже самое зло есть отсутствие добра есть утрата добра это появилось в мире ангельском то есть что мы говорим что предвечно только добро это господь бог потом она появляется в мире ангельском затем она начинает подступать уже к земле вот как в апокалипсисе мы читаем конечно такие аллегорические слова что михаил архангел и ангел его воевали против дракона а дракон и ангел его или ангелы его воевали против михаила архангела и извержен был дракон с неба на землю там уже стал искушать людей и вот чтобы люди были все таки готовы поскольку опыт зла уже присутствовал мироздание господь пытается воспитать человека и для этого он создает древо познание добра и зла то есть древо познание послушания как подлинного добра как подлинного блага что вот если ты выполнишь послушание и неважно вот какое это было древо там и яблоки там или чего или вот некоторые говорят что это был вообще инжир фиговое дерево ну почему потому что как бы ну такая как бы больше наверное иудейской традиции такое было объяснение что инжир это как очень сладкий такой фрукт у которого ты даже семечки его вкушаешь обычно семена косточки никто не ест а здесь получается что инжир это у него сами семечки сладкие тоже как некий тоже образ такого вкушения тайны вкушение самой сути вот этого тайны но для нас на самом деле это не имеет никакого значения инжир или какое-то другое древо потому что самое главное здесь было что господь заповедал вот к чему-то не прикасаться ради чего ради того чтобы человек хоть как-то проявил свою любовь к богу вот бог есть любовь господь в раю обнимал человека всецелой заботы а сам человек как он проявит свою любовь к богу вот любовь она проявляется через послушание и господь говорит вот тебе все благо живи пользуйся но если ты любишь меня то исполни всего лишь одно ну вот к этому дереву не прикасайся и пока даже не задавая вопрос почему чуть погодя ты узнаешь почему а вот сейчас вот просто вот если ты любишь то выполни мою просьбу не прикасайся к этому древу это было древо именно испытания человеческой любви любит человек бога или не любит и через него и испытывалось хочет ли человек познавать добро которое всецело послушание бога или он хочет отпасть от господа и это будет подлинное зло как мы знаем человек не устоял он больше поверил дьяволу который стал наговаривать на бога что да нет вы не умрете ну вы только попробуйте станете как боги такие самостоятельные не зависящие от вашего бога сами будете как боги ну вот вкусили но не умерли же только происходят странные вещи адам начинает прятаться от всемогущего и везде присутствующего бога адам уже боится встретиться с господом то есть это вот страшная вещь мы сейчас тоскуем об утрате бога а тут вдруг мы видим что адам уже не хочет встречаться с богом и в этом и заключалась его уже смерть смерть души что когда он вкусил от запретного древа он утратил благодать святого духа он внутренне расстался с богом отвернулся и господь стал как чужой поэтому адам прячется и не хочет встречаться с богом потому что бог для него становится как чужой как посторонний и отчасти как будто вот он даже адам относится как к чему-то враждебному поэтому прячется так уже как тут настороженно разговаривает как бы придерживая при себе свой грех вот так древо вот это через которое испытывалась любовь наших правоцев оно действительно стало древом испытания послушания или не послушания и древом познания добра и зла и вот так вот на горьком опыте мы убедились что подлинное послушание оно и подлинное добро оно только в послушании Богу а подлинное зло в непослушании но чтобы не завершить вот так на такой печальной ноте нашу беседу я скажу нечто отрадное во-первых то что господь сам пришел в наш мир и понес страдания явил послушание Богу отцу до конца сын божий то есть выполнил то чего не выполнил первый адам и поэтому господь иисус христос стал новым адамом кстати он спас первого адама ветхого правоца нашего да потому что на иконе воскресения вот икона сошествия христова там изображается как спаситель садя в ад за руку принимает адама и таким образом выводит его из ада распасться ветхий адам то значит и мы тоже можем спастись и самое отрадное это то что в описаниях уже будущей жизни там где вот говорится о будущем грядущем царстве божием это в апокалипсисе описывается там упоминается вновь древо жизни которому люди получают доступ ну конечно это образ речь идет о приобщении господу как самой жизни а вот древо познания добра и зла там уже нет в апокалипсисе упоминается только древо жизни а древо познания добра и зла в апокалипсисе не упоминается и это значит что настанет момент когда все искушения прекратятся и уже не будет нужды в этих испытаниях потому что собственно наша вот земная жизнь она и есть испытание для каждого из нас в котором тоже испытывается к добру мы склоняемся или ко злу хотим ли мы быть послушными господу либо непокорными но в будущем это все упраздниться останется божья любовь божья милость божье добро и с господом будут те кто всем сердцем открыты ему вот надеюсь что все мы приобщимся древу жизни пройдя время искуса сейчас на земле и да поможет нам в этом господь спаси вас боже дорогие братья и сестры